Я продолжу тему недержания мочи и в этом плане всем понятно, что, безусловно, это одно из поздних осложнений, наверное, которые больше всего ухудшают качество жизни пациента. И если в целом говорить о проценте пациентов, которые не держат после радикальной простаты эктомии мочу, то эти цифры в среднем колеблются в пределах 30%. Ну, вдумайтесь, в общем-то, большие цифры, 30%. При этом, опять же, это относится не только к открытым операциям. Есть серии, где пациенты в таком объеме не держат мочу и после роботических операций. Понятно, что здесь многофакторное влияние. Это опыт хирурга, безусловно, количество операций, которые он выполнил. Кроме того, анатомические все особенности, о которых говорили. Но, тем не менее, я остановлюсь больше на технических аспектах уретрофизитикальных анастомозов, которые, в принципе, являются тоже одной из значимых причин удержания или неудержания мочи. И надо сказать, что здесь можно условно выделить две вехи, наверное, в развитии этого этапа операции. Но это, безусловно, предложенный Ван Верховеном шов, который представляет собой нитки монокрила, которые связаны между собой, предлагались даже разного цвета, чтобы не путались нити, и овивной шов. То есть, практически, вот эта техника непрерывного одного злового анастомоза позволила добиться максимальной герметичности Ван Верховену, что, в общем-то, естественно, позитивным образом сказалось на результатах удержания мочи. Ибо существует ряд работ, которые говорят о том, что наличие затеков мочи в послеоперационном периоде способствует развитию фиброза в области анастомоза и в последующем увеличивает вероятность стриктур, а также негативно сказывается на проценте пациентов, которые удерживают мочу в послеоперационном периоде. Мало того, существует даже несколько работ, которые говорят о том, что у пациентов, которые через 2-3 месяца после операции продолжают не удерживать мочу, выполняется магниторезонансная томография, и специалисты могут якобы установить, есть уже наличие какого-то фибротического процесса, либо нет. Если он есть, то смысла в физиотерапевтических процедурах, в каких-то гимнастиках практически нет, ибо фиброз уже развивается, и практически у этих пациентов необходимо думать уже о каких-то других техниках, которые могут улучшить удержание мочи. Если говорить о модернизации техники Ванховена, то японский коллега предложил использовать лапротай, при этом при наличии такого же шва по Ванховену при достижении уровня 9-3 часов монокрил подтягивался, потому что он имеет свойство, когда накладывается такой шов, постепенно расслабляться и распускаться. Поэтому он предложил наложить клипселопротай как раз при достижении уровня 3-9 часов, после чего продолжить ушивание верхней комиссуры. И по их данным это существенно и облегчает, ускоряет выполнение анастомоза и улучшает его результаты. Как продолжение этой техники? Была предложена техника одной нити непрерывного шва, то есть практически первый шов накладывается на уровне 5 часов, и потом непрерывно ушивается нижняя полусфера с последующим продолжением ее на стальную верхнюю полусферу. И дальше накладывается один узел, который полностью позволяет завершить этот анастомоз. Еще один вариант Янга, который также использует дневной шов, при этом используются две нити. Но, во всяком случае, опять же, он предлагает, выполнял этот анастомоз при лупароскопической операции, причем, обратите внимание, время анастомоза в пределах 10 минут среднее. Катетер удалялся через 6 дней, 62% пациентов были континенты после удаления катетера, 86% через месяц и 98% через один год. То есть показатели вроде бы идеальные. Но вот подчас, изучая множество работ, которые сравнивают, вроде бы одинаковую технику, одинаковый шов, но результаты подчас получаются абсолютно противоположные. И здесь не всегда легко объяснить эти результаты опытом хирурга, либо большим различием в когорте больных. Но, тем не менее, вот эти результаты подчас приводят к возникновению многих вопросов. Еще одно исследование, которое сравнивало эффективность анастомоза между непрерывным швом и узловым. И здесь необходимо сказать, что эти исследования дали сходные результаты практически через 3 месяца по частоте процента удержания мочи, через 6 месяцев и через 12 месяцев практически процент пациентов, удерживающих мочу, был одинаковым. Тем не менее, если посмотреть на ряд других исследований, все-таки авторы говорят о том, что непрерывный шов снижает риск затеку мочи, требует меньше времени, чем узловой, безусловно, рекомендуется для более широкого применения. Еще одно исследование, которое сравнивало непрерывный и узловой шов техникой Банхолвена. И это исследование показало, что практически рандомизированные исследования, действительно их очень мало в литературе, оно показало, что на сегодняшний день узловой шов все-таки является стандартом для открытой операции, а непрерывный стандартом для роботической и для лапароскопической операции. При этом экстравазация стенозов после операции при открытом доступе все-таки было выше, чем при роботоассистированном. И, естественно, мы понимаем, что наличие затека – это риск развития стеректур. Таким образом, можно действительно сказать, что вот эта прецизионная техника роботоассистированных операций, она позволяет выполнять вот эти вот тонкие этапы, более тщательные этапы операции успешно, чем при открытых операциях. Безусловно, на качество аностомозов влияет шовный материал. И по мере появления новых шовных материалов, таких как Вилок, Стартофикс, появилось желание, естественно, сравнить эти два материала – монокрил и Вилок. И это исследование показало, что все-таки при использовании нового шовного материала, типа Вилок, в данном случае, частота удержания мочи практически через 6 месяцев была гораздо выше после применения Вилока, чем при применении монокрила. И второй этап, на мой взгляд, развития техники визико-артериального аностомоза появился с предложенного Вилока шва, который позволял восстановить нижнюю полусферу, восстановить анатомическую целостность после удаления предстоятельной железы. И хотелось бы сказать, что первоначально Вилок предлагал сшивать Рабда-Сфинктер и фасы Денон-Вилье. При этом накладывался первый узел, после чего второй, далее прошивалась шейка мочевого пузыря, ткань стенки мочевого пузыря, без захвата самой шейки. Завязывался второй узел и после этого уже накладывался в ротеро-визикальный аностомоз. При этом, по данным Рока, который впервые опуглевал, в первый день, через один день после удаления катетера 74% пациентов удерживали мочу, через 30 дней 83%. Но опять же, посмотрите, техника Рока в других руках. На первый день после удаления катетера 28% удерживали мочу, через 30 дней 51%. Еще один 16,5%, 45%. То есть, вот вопрос возникает. Вроде бы достаточно простая техника, которую можно достаточно легко выполнить. Тем не менее, результаты абсолютно разные. и с появлением шва Рока появилась масса методик, которые пытались восстановить, регонструировать так называемое тазовое дно, либо заднюю полуокружность. И в данном презентации будет приведена только малая толика тех публикаций, которые сегодня доступны в печати. И в данном случае в этом исследовании, которое практически выполнялось техникой реконструкции по технику Рока, сравнивалось с техникой без шва Рока. Практически результаты сопоставимы. Если посмотреть на эту таблицу, где представлены данные различных исследований, то они абсолютно подавляющее большинство в принципе сопоставимы по частоте без реконструкции с реконструкцией. Есть исследования, которые наоборот без реконструкции практически частота была удержания выше, чем при выполнении реконструкции. То есть здесь данные весьма разнятся. Опять же, исследования Рока, который выполнял и реконструкцию, и сравнивал узловой шов, и непрерывный шов. И в этом исследовании было показано, что частота пациентов, которые использовали, не использовали прокладок, одну прокладку, либо более одной прокладки, были статистически различны между группами, которые выполнялся реконструкция и непрерывных шов, и реконструкции узловой шов в пользу применения непрерывного шва. Не буду останавливаться на картинках. Кроме того, достаточно интересная работа Пателя, который предложил перевультуральную суспензию, о которой как раз Евгений Иванович говорил, которая привела к развитию осложнений такого грозного. Но, тем не менее, я думаю, что это была причина в первую очередь лучевой терапии. По данным Пателя осложнений никаких серьезных у него не было. И я знаю, что ряд специалистов в России достаточно широко используют этот шов, который подтягивает прошитый дорзальный пучок к лонному сочленению. И тем самым считается, что с помощью такого шва мы предотвращаем миграцию и мобильность уретра. но опять же оппоненты такой техники говорят, что если мы сохраняем полупростатические связки, не пересекаем, то необходимости в данном шве практически нет. Поэтому опять же дискуссия по поводу гипермобильности уретры, методов ее устранения, она не решена ни предложенным швом рока, ни другими техниками. При этом сравнение в пользу безусловно этого метода и по данным Пателли частота сохранения континенции была выше в группе суспензии. Ну и вот я так называю мегапроекты, которые были направлены на полное восстановление атомической целостности. И здесь, на мой взгляд, работа Дельмора, которая, суть которой в принципе сводится к тому, что практически прошивается не только шов рука выполняется, но шов рука захватывается часть мышц леватора Ани плюс фасция Донавилье и первым швом подтягивается фасция Донавилье как бы первый этаж реконструктивной операции, после чего прошивается стенка мочевого пузыря или это может быть ректороуритральная мышца в этом месте, потому что я еще раз говорю, что все попытки увидеть ректороуритральную мышцу подчаса у меня не увенчались успехом, потому что я ее не вижу при лапроскопической простатоктомии. я просто прихватываю стенку мочевого пузыря и выполняю этот шов рука но вот такого выделения фасции Донавилье я, честно говоря, при лапроскопической простатоктомии не наблюдаю реконструкции. Тем не менее, второй шов захватывающей стенки мочевого пузыря подтягивает мочевой пузырь, после чего выполняется уже непосредственно самонастомоз непрерывный. И по мнению автора вот эта реконструкция позволяет обеспечивать динамическую поддержку ретрального комплекса, причем эффект сходен с эффектом петли Advanced. Создает точку фиксации для волокна рамда сфинтера, позволяет избежать пролапса мочевого пузыря и последний шов фиксирует мочевой пузырь клону что обеспечивает шейку мочевого пузыря ретроцентрироваться, чтобы она не изгибалась, как по мнению автора. И последнее это сочетание фиксации мочевого пузыря к эндоперликальной фасции, что позволяет достичь полной реконструкции. То есть вот это мегапроект, который практически восстанавливает всю анатомическую целостность. При этом данные этого исследования 50% удержания было сразу и 83-х через 30 дней. А применение шва рока просто в его группе исследований только 16% удержания было сразу и 61-х через 30 дней. Сравнить опять с данными, которые приводил рока, абсолютно диаметральные противоположности. Еще уже слайд был, это техника ARVUS, практически тоже тотальная реконструкция. Опять же, посмотрите, удержание мочи через 24 часа 21%, то есть уже на первые сутки после удаления, после операции катетер удалялся через 12 месяцев 86. Но в определенной степени здесь понятно, здесь такой же аналогичная техника как Дель Мора предложил, практически все реконструируется. И последний тоже мегапроект тотальная реконструкция, это еще один проект, такая же тотальная реконструкция и результаты достаточно скромные. 29% удерживали мочу мочу после первой недели удаления катетера, 62% после 4 недель удаления катетера, 88% через 12 недель и 95% удерживали через 16 дней. Вроде бы окончательные результаты неплохие, но удивительно, что через неделю лишь 29% удерживали мочу. Ну и вот еще одна тотальная реконструкция, это уже только с применением роботехники, которая практически первая на стомоз, это медиальная рафа с дарзальной фасцией, вернее, с фасцией Денонвилье, следующий это ретро-тригональная, вернее, нет, это второй слой включает фасцию Денонвилье, ретро-тригональную фасцию и медиальную рафа, третий слой включает шейку мочевого пузыря и рабдосфинтер, еще слой включает уритральный пузырьный остомоз практически между слизистой мочевого пузыря и слизистой уретры, затем выполняется уже анастомоз практически между стенкой мочевого пузыря и уретрой, вот видите, рабдосфинтером и стенкой мочевого пузыря, и дальше уже выполняется восстановление висцеральной фасции и эндопилекальной фасции, то есть полностью восстановление антонтомии, и здесь абсолютно другие цифры удержания мочи, 76% через 24 часа, 89% через 4 недели, то есть техники существенно разнятся, я имею в виду, начиная от техники рока и кончая тотальной реконструкцией, ну и результаты разнятся, поэтому, на мой взгляд, безусловно, смысл реконструктивной техники наверное целесообразен, дело в том, что когда выполняем выделение предстоятельной железы, то в области шейки мочевого пузыря практически мышцы левата рани прилежат к уретре и на мой взгляд, все-таки вот это подтягивание мышц левата рани в шов рока существенно улучшает и фиксацию уретры и позволяет восстановить вот эту целостность нижней полусферы или дна как бы при процессе мочеспускания удержания мочи. Если подводить итог, то можно сказать, что пока, к сожалению, мы не можем до конца осознать весь механизм удержания мочи. И поэтому на сегодняшний день такое обилие техник, которые предлагаются авторами при том разнообразии результатов, оно лишний раз подчеркивает, что пока мы все-таки ищем ту оптимальную технику, которая будет максимально эффективна. Сохранение целостности шейки мочевого пузыря, рабдосфинтера, а также всего комплекса, поддерживающего ретро, безусловно, оказывает влияние на континенцию. Использование современных шовных материалов ускоряет время наложения рутера-визикального настамоза, а также повышает его герметичность. И, безусловно, опыт хирурга, а также хорошая визуализация могут только позитивно влиять на результаты удержания мочи. Спасибо за внимание. Вопросы? Сергей Васильевич, можно вопрос? Если из зала есть вопросы, тогда будьте любезны. Конечно. Сначала, и так же, как и Евгений Бадович, мы в творческом постоянно поиске, и если поначалу шов рока, который мы использовали, в какой-то степени его использовать заставило его способность подтягивать практически мочевой пузырь и снижать, облегчать наложение первых швов уротера-визикального настамоза. Это вот то, что понравилось сразу. Это первое. Второе. Сейчас я стал практически в этот шов рока прихватывать мышцы мускулит леватера-рани частично. Единственное, что это не всегда облегчает наложение самого настамоза в нижней полусфере, потому что мышцы, подтягиваясь сюда, как бы они ухудшают визуализацию нижней части уротера. Но, тем не менее, вот результаты, которые в плане удержания я отметил, что существенно быстрее пациенты стали удерживать мочу после удаления катетера. Шов непрерывный. Непрерывный с помощью вилок двух нитей. Двух нитей, да, да, да. Сергей Борисович, но с помощью двух нитей, то есть, вы используете это две иглы, то есть, это Велитховен, и вы все той же ниткой делаете? Нет, я разную нитку. Сначала реконструируете. Сначала первый шов, как бы, делаю вот это рока с захватом мускулес левата ранее, так, в этот шов, и этой же иглой начинаю первый шов с шести часов, начинаю первый по одну полусферу. Потом, дойдя где-то до часов девяти, беру вторую нитку и начинаю опять же где-то с пяти часов вторую полуокружность. Спасибо. Два дня назад обсуждали вопрос по поводу шовного материала. Все-таки в последних работах и ваше предпочтение вы сказали про обманул. Какие сейчас современные работы в отношении шовного материала на основу? Ну, вот я приводил уже результаты, я приводил результаты, что подавляющее большинство использует либо монокрил, либо нити с зазубринами. Не буду останавливаться на их названиях. и здесь нет каких-то предпочтений. На сегодняшний день самое главное, чтобы не шили викрилом. Потому что я встречался с людьми, которые говорят, а мы викрилом до сих пор накладываем очень успешно. То есть, вот это вот абсолютно нет необходимости. Что касается моих предпочтений, то если есть вилок стратофикс я шью ими, если нет, монокрилом. Пожалуйста. Вы имеете вот эту анатомическую реконструкцию, которая была. Ну, во-первых, я еще раз говорю, что на мой взгляд, это вот, как Евгений Бладыч тоже сказал, что это теоретически структуры, которые вот есть в анатомии и их как бы идеально сшить. Я, честно говоря, не вижу вот этих вот слоев при лапароскопическом выполнении вратеревизикального анастомоза. Поэтому если это возможно, то это можно технику выполнять только при наличии роботоассситированной техники. Поэтому, не знаю, вопрос Евгений Бладыч можно только передрисовать. Это на роботе, естественно, только роботически, да, 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 безусловно. Она невоспроизводима ни в лапароскопии, ни при открытой операции. здесь, наверное, вопрос не ко мне, а к авторам, которые демонстрируют такие замечательные цифры. Я в этом смысле есть такая, знаете, ну, это и явь, и шутка, да, когда мы вот, собственно, в докладе Сергея Александровича увидели цифры, цифры сохранения потенции у Волша 93%, и по этому поводу же есть известная урологическая шутка, что все стремятся к цифрам Волша, но никто не может их достичь. Так что и вот эти цифры 98%, они могут быть воспроизводимы в одной серии и совершенно, так сказать, не укладываться в наше понимание идеальных, собственно, идеальных вариантах сохранения, удержания мочи и совсем не соответствовать заявленному, да? Спасибо. Есть ли еще вопросы? Сергей Анатольевич, спасибо большое. Спасибо.